Реа Новости Крым Вопросы в комментариях. Представляйте себя и пишите, от какого издания вопрос поступает. А я сейчас перейду к теме. Второй год в Крыму реализуется международный проект Министерства науки и высшего образования России под названием «Летний университет». В прошлом году слушателями научного интенсива были студенты из Беларуси. В этом году знания приехали получать 40 молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик. И вот мы сегодня поговорим о самом летнем университете, об этом проекте, какие задачи он перед собой ставит, какие задачи решает, какие результаты уже с прошлого года можно отметить. Чем интересен Крым как место практики для студентов из других регионов? Сохраняются ли в дальнейшем связи между студентами нашими и гостями, которые приезжают, и между преподавателями? Обо всем об этом будем общаться с нашими гостями. Это проректор по учебной и методической деятельности Крымского федерального университета имени Вернадского Ирина Цверинько. Или Ирина Анатольевна, здравствуйте. Добрый, пожалуйста. Доцент кафедры общетехнических дисциплин Института агротехнологической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Руководитель отраслевой образовательной программы «Летний университет» Виталий Красовский. Виталий Викторович, приветствую вас. И наши гости. Студент третьего курса факультета управления экономикой в агропромышленном комплексе Государственного бюджетного учреждения Луганской народной республики Луганский государственный аграрный университет Валерий Навродский. Валерий, приветствуем тебя. Спасибо, что приехал, еще пришел к нам в пресс-центр. И также сегодня у нас в гостях студентка третьего курса экономико-правового факультета Государственного бюджетного учреждения Донецкой народной республики Донбасской аграрной академии Аделина Авдеенко. Аделина, тоже рада видеть тебя. Спасибо, что приехали. Давайте мы сразу о летнем университете, об этом проекте поговорим. Ирина Анатольевна, я сразу слово вам предоставляю. Вообще расскажите о программе. Крымский федеральный университет уже второй год участвует. Можно уже говорить о каких-то результатах с прошлого года, даже хорошо, плохо, что в программу вы-то вошли. Нравится и студентам, и преподавателям. Давайте сначала о программе. В общем, о программе, о том, что эта программа, программа, инициированная Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, проводится она второй год. В этом году участниками программы стали свыше 900 студентов из 9 стран. Шесть стран СНГ, Сирия, ЛНР и ДНР. 14 университетов. Университеты представляют всю географию нашей огромной страны. Это от университета Канта федерального до Дальневосточного федерального университета, от Пскова до университета Миллионщикова, нефти и газов Грозненского. То есть география обширная, участники проекта, студенты, они смогут узнать о каждом регионе, в котором расположен университет. И, наверное, одна из целей этого проекта, безусловно, это познакомить студентов из разных стран с нашей страной в первую очередь. Но, естественно, мы говорим не просто о летнем какой-то культурной программе, мы говорим о летнем университете. Поэтому каждый университет предлагает в рамках летнего университета интересные программы, которые находятся либо на острие технологического развития, и в том числе в обязательном порядке эти программы должны быть привязаны к экономике тех регионов, в которых находится университет. Почему? Потому что не только культурная программа, как я еще раз сказала, но и знакомство региона, а знакомство региона, оно невозможно без понимания, о чем регион живет. Это, конечно же, его экономика. А профиль здесь учитывался? Студент, например, из вузов гуманитарного направления сельскохозяйственного в один регион приезжает? Важно здесь было, чтобы студенты, обучающиеся по направлению сельскохозяйства, приехали именно в Крым, а не в северный регион нашей страны? Студенты мы представили программу, которая, естественно, связана с агротехнологиями. И к нам приехали студенты из аграрных университетов ЛНР и ДНР. Но дальше ребята расскажут, наверное, на каких они направлениях подготовки учатся. Но в любом случае я могу сказать следующее. Вот та программа, которую мы представляем, мне кажется, она интересна, может быть абсолютно для любых направлений подготовки. Почему? Потому что сейчас вообще жизнь такая. Чем более обширно поле знаний, которое есть у студента, чем больше, пусть небольших каких-то представлений и компетенций они получают, тем легче им адаптироваться в жизни и искать свою нишу, которая им будет интересна. Почему не может быть такого, что юрист окажется, скажем так, работать в Массандре? Почему нет? Но для того, чтобы быть хорошим юристом в Массандре, надо понимать, что это за технология, история предприятия. Знать очень много, собственно говоря, о виноделии и Массандре в том числе. Но это вот мое мнение таково. Поэтому мы самые разные направления подготовки рады видеть в своем летнем университете. Мы продолжим еще с вами разговор о том, о заинтересованности Крымского федерального университета в таких гостях, в таких визитах. Давайте сейчас слово Виталию Викторовичу предоставим. Привет. Еще раз здравствуйте. Более, может быть, подробно о целях, которые ставит перед собой летний университет. Ведь наверняка есть какой-то рубеж, к которому хочется прийти и познакомиться надо, и пообщаться надо, и контакты наладить. Но, тем не менее, есть еще программа, от которой вы тоже не отступаете. Какова основная цель? И вот здесь, я думаю, вы сравните с проектом прошлого года тоже. Может быть, какой был опыт, какой перенесен, и тоже вот как с прошлого года поддерживалась связь с теми студентами из Белоруссии, которые приезжали. Да, добрый день, спасибо. Целей программы, наверное, можно выделить множество. Это и социальные цели, и экономические, и образовательные, и научные. То есть дальнейшее наше сотрудничество, взаимодействие. Я, наверное, остановлюсь на конкретно образовательной цели. Представленная программа для освоения называется «Агротехнологии производства натуральных экологически чистых продуктов». То есть такая уже тематика заявлена обширная. Если так резюмировать, основная цель этой программы – это реализация сформированности у обучающихся системы знаний в области современных агротехнологий. То есть программа является, естественно, научной направленностью, поскольку связана с изучением биологии растений, особенностей их возделывания, но и не только. Также она является, скажем так, междисциплинарной, потому что включает в себя аспекты из множества различных дисциплин, таких академических дисциплин, которые преподаются в курсе подготовки агрономов, ветеринаров, агроинженеров и не только. Мы построили программу таким образом, чтобы познакомить ребят полностью с циклом производства продуктов питания. Начиная от посадки, закладки современных садов, виноградников, полевых культур, способов их возделывания, основных технологий, которые применяются, до… Это в первом блоке. Во втором блоке программы присутствуют занятия, где обучающиеся смогут познакомиться с технологией уже переработки сельскохозяйственного сырья. Это же все на практике в рамках каких-то производств действующих, да? Вот невозможно представить усвоение этого материала без конкретных примеров, без выездов на работающие, действующие предприятия в нашем регионе. И мы так постарались чередовать. У нас есть лекционные занятия, практические занятия. Когда определенный материал уже представлен студентам, они выезжают у нас на практические занятия в крупнейшие предприятия Крыма. Ну, сейчас ребята изучили только один такой небольшой блок, это системы точного земледелия. Тоже у них было практическое занятие, лекционное занятие. И вчера мы посетили с экскурсией, с учебным занятием Никистский ботанический сад. Ну, у нас запланировано еще множество поездок. То есть очень насыщенно. Две недели каждый день насыщен какими-то мероприятиями и образовательными, и культурными. Программа очень насыщенная. Даже не знаю, как ребята со всем этим справляются. Большая нагрузка, наверное. Но мы стараемся не злоупотреблять. Все-таки у нас, прежде всего, это образовательная программа. Но также предусмотрены досуговые мероприятия, экскурсионные. Ведь за две недели они должны не только усвоить материал, но и познакомиться с красотами нашего региона. Тем более, вот, например, Валерия уже не первый раз в Крыму, а Делина первый раз. Конечно, было бы очень интересно. И еще я уточню, все-таки по прошлому году те студенты, которые из Беларуси приезжали, с ними какой-то контакт поддерживается? Как дальше с ними? Или, может быть, с кем-то из них выстроены отношения? Конечно, безусловно. То есть, что немаловажный такой аспект, ребята за две недели пребывания здесь, обучения в Российской Федерации, они становятся частью такой большой межнациональной студенческой семьи. И полученные связи они могут реализовывать в дальнейшем, как при время образовательного процесса, научной деятельности студенческой, каких-то реализации социальных проектов. Например, вот по прошлому году, когда у нас обучались белорусские студенты, мы до сих пор поддерживаем связь. У нас сохранился рабочий чат в социальных сетях. И, в принципе, я вижу, что ребята, которые познакомились здесь с волонтерами или со студентами, с преподавателями, они поддерживают общение в таком формате. Может быть, даже кто-то приедет работать? Надеемся. Мы надеемся, что они вернутся к нам в магистратуру. Это были студенты третьего курса. И мы очень надеемся увидеть их, опять-таки, в числе наших студентов. Уже теперь не на короткой программе, а на двухгодичной магистрской программе. Ребята действительно поддерживают с нами связь. Это и поздравления с праздниками. Это очень приятно. На самом деле, знаете, как проходит время, чуть-чуть отодвигается. И когда ты получаешь такую обратную связь, это невероятно приятно. И чувствуешь, что работал не зря. Хорошо, спасибо. Давайте ребятам, нашим гостям передадим слово. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Валерий Навроцкий, Адлина Авдеенко, которые представляют свои учебные заведения. Валерий учится в Луганском государственном аграрном университете. Адлина в Донбасской аграрной академии. Оба студенты третьего курса. Валерий будущий специалист по экономической безопасности. Адлина будущий психолог, насколько я поняла. Расскажите, как получилось, что попали именно в Крымский федеральный университет? Вам предоставили выбор или уже все было предопределено и просто сказали, что вы едете в рамках лидерного университета? Нет, выбор был. Нам предложили развить свои навыки, получить новый опыт. Изначально было неизвестно, куда мы едем, что будет происходить. С кафедры позвонили, говорят, что есть возможность получить опыт. Чему-то новому научиться. Вы согласны? Я говорю, что куда, пока неизвестно. Я уже пакую чемодан. Изначально просто собираем списки. Я говорю, ну хорошо. Потом уже в итоге, наверное, недели за две до выезда, было известно, что мы все-таки едем в Симферополь. Мы едем в университет имени Вернадского. За неделю мы узнали, что у нас будет сельскохозяйственное направление, агрономическое направление. Ну и, в общем, как-то так. Вот так вот состоялся визит. Ну а вам, как будущему психологу, вот уже сейчас, уже какие-то прошли мероприятия образовательные, интересные или нет? Мне кажется, Валерий больше по специальности попал. Вы психолог и вот аграрное направление. На самом деле я узнала много чего нового. То есть для меня это было новое. Нет, я как бы интересовалась аграрной промышленностью нашей республики, но когда меня сюда привезли и начали рассказывать, что, оказывается, есть такие технологии, есть такие, для меня это было настолько удивительно, то, что все-таки аграрная промышленность, она развивается, она не стоит на месте. На самом деле очень интересно. То есть для вас это не было, зачем мне это надо, аграрное направление не мое, то есть наоборот, с энтузиазмом, вот как раз то, о чем Ирина Анатольевна говорила, что чем больше знаешь, тем больше спектр навыков, тем лучше видится дальнейший опыт. Ехала с мыслью для чего-то нового, получения опыта, но потому что никто не знает, как дальше пойдет жизнь, а может когда-нибудь в жизни мне пригодится, у меня будут свои поля. Анатолийна, почему бы и нет? Анатолийна, у меня бабушка, у меня бабушка агроном, а вторая кандидат наук по селекции. А, ну то есть все не просто так. Да. Все-таки как-то судьба сводит опять вас к этому направлению, возможно, вот как раз сейчас окунетесь, за эти две недели поймете, что где-то что-то откликается, в том числе и с династийностью. Буду в семье опыт передавать. Ну а как вообще ощущения, приехали в Крымский федеральный университет, какие впечатления, тем более вы еще и первый раз в Крыму, хотя мы тут не так далеко друг от друга находимся, но тем не менее не были никогда. На самом деле впечатления восхитительные. Первое впечатление было, когда мы только въехали в Крымский мост, это уже, ну то есть я была наслышана за него, я видела фотографии, рассказывали знакомые, а тут как бы уже своими глазами все видишь. Потом второе впечатление было уже, когда начались мероприятия, то есть открытия, экскурсии, лекции. Вчера мы ездили в Никиский ботсад, это куча эмоций, это просто восторг, настолько все красиво, настолько все интересно. Для меня было узнать новые растения. А еще мне очень сильно понравились у вас красивые пальмы. Пальмы действительно красивые, да, Южный берег, там у нас пальм много, можно любоваться. Длинный. Еще один момент, конечно, мы все переживаем за ту обстановку, которая сейчас происходит в вашем регионе, и безусловно, конечно, хочется, чтобы все быстрее завершилось, чтобы регионы ваши вернулись к нормальной жизни, уже могли строить будущее, вот как раз руками и вашими, в том числе будущих специалистов по своим направлениям. Ну, даже, может быть, и о себе скажите, и, возможно, ведь общаетесь наверняка на эти темы со своими сверстниками, с однокурсниками. Вы видите все-таки свое будущее и развитие вот тех навыков, которые получены в ваших вузах у себя, вот в той географической точке, где проживаете? Или есть какие-то планы там по переезду в другие, например, регионы, в том числе, может быть, в Россию или в Крым? Ну, тут зависит от разных сторон. Кто-то считает, что лучше переехать в Россию, остаться, развиваться в Российской Федерации. Кто-то считает, что нашу молодую республику надо поднимать, и специалисты нужны ей. Я придерживаюсь того, что лучше остаться в ДНР и помочь, потому что, действительно, республика у нас молодая, нужны молодые и юные специалисты, и это все надо поднимать. Ну, кто, если не мы? Ну, тем более с вашей специализацией, с вашим профилем, вот сейчас, ну, к сожалению, спрос на специалистов-психологов растет. Увы, нервозность той обстановки, которая вокруг происходит, все это вносит отпечаток и на психику всех людей. Конечно, вот, когда общение идет с такими специалистами, гораздо проще находить в себе силы и возможности, желание дальше жить и так продуктивно, активно работать, развиваться. Спасибо вам большое. Валерий, слово вам. Луганск представляете. Расскажите, как у вас получилось попасть в Крымский федеральный университет? Знали ли вы заранее, куда вы едете, и была ли у вас возможность выбрать профильное направление обучения? Добрый день еще раз. Да, как сказала Аделина, выбор действительно был. Нам буквально за неделю-две-три обзвонили преподаватели. Они ознакомили нас с сайтом летнего университета. Мы ознакомились со всеми специальностями, со всеми вузами, которые там есть. И так как мы учимся в Луганском аграрном университете, то, конечно, наша профессия будет так или иначе связана с этим ремеслом, так скажем. И поэтому, как только мы увидели направление сельского хозяйства, выбор сразу пал на него. Тем более это живописный, потрясающий Крым. Тут невероятные красоты, и это тоже большой плюс. Вы сами для себя какую цель ставили визитом? Что хотите получить через две недели после того, как летний университет завершится? Вам, наверное, дадут какой-то диплом об обучении, вы его получите, свидетельство это будет. Какая ваша основная цель? С какой вы ехали сюда? Ну, так как я учусь на экономической безопасности, моя профессия дальнейшая будет связана с этим. У нас так или иначе есть дисциплины в университете, которые связаны с сельским хозяйством. То бишь тут я рассматриваю получение нового опыта, заведение новых знакомств с прекрасными людьми. Тут прекрасные люди, преподаватели, волонтеры, организаторы. Всем большое спасибо. Все доброжелатели к нам относятся, все показывают, все рассказывают. Для себя я открываю какие-то новые горизонты и планирую развиваться в них в дальнейшем. Вы рассматриваете Крым как место, возможно, своей будущей работы, дислокации? Или крымский, если так чуть раньше взять, крымский федеральный университет, как, например, место дальнейшего обучения, продолжения обучения? Вот о чем Ирина Анатольевна говорила о магистратуре. Как вариант перейти сюда в магистратуру, да, я действительно рассматриваю. Но я считаю, как, собственно, и Аделина, что нужно поднимать наши республики молодые. У нас прекрасные города. И в дальнейшем я вижу, что Луганская и Донецка – это только цветущие, развивающиеся города. И мы должны помогать поднимать их, поднимать их в экономическом плане, в аграрном плане, во всех направлениях. То есть где-то получить дополнительный опыт, да, но все-таки реализовать себя хотите у себя же на родине. Да. Ну это очень достойный ответ. Патриотично. Да, патриотично. За что вам отдельное спасибо, что я, честно говоря, приятно удивлена, что вы оба хотите остаться у себя на родине и работать как раз на благо своих граждан. Давайте продолжим. Может быть, у наших коллег в зале есть вопросы. Я тогда предоставлю слово, но потом у меня еще тоже есть о чем вас спросить. Да, пожалуйста. Да, добрый день. Елена Рея, Новости Крым. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то контрольные точки, да, в процессе обучения у студентов? Возможно, они пишут какие-то дипломные работы, да, возможно, защищают какие-то определенные проекты. То есть практические цели, которым посвящены, да, вот эти две недели их работы. Может, сначала я, потом вы, с вашего позволения. Смотрите, образовательная программа включает, даже не образовательная, а программа пребывания в Крымском федеральном университете, она имеет несколько треков. Ну, один трек профессиональный, и о нем сказал Виталий Викторович. Есть еще один трек, это так называемое социальное проектирование. Вот это социальное проектирование руководит этим треком наш, скажем так, модератор Псковский университет. Вот в рамках этого трека ребята должны будут выполнить определенные проекты, представить их публично, сформировать группы, то есть, ну, не все же 40 человек. Формируется группа, группа выполняет проект, социальные направленности. Тематику ребята могут выбрать сами или им ее зададут. Вот это вот некая такая реперная точка. То, что касается профессионального трека, я думаю, Виталий Викторович более подробно расскажет. Спасибо. Хотел тоже обратить внимание на наличие социального проектирования, потому что в рамках социального проектирования, которое включено в общую программу, ребята разбиваются на подгруппы, как Ирина Анатольевна сказала, и у них будет возможность выполнить индивидуальный проект. То есть, даже занимаясь в общей группе, у них будет индивидуальное задание. После завершения проекта они будут представлять свои проекты, защищать, и после успешной защиты им также будет предоставлен определенный сертификат. То есть, тематика социальных проектов, она будет пересекаться с теми основными аспектами, которые представлены в дополнительной общеобразовательной программе. Но также у учащихся будет возможность, если у них есть какие-то свои наработки, свои идеи, уже какая-то база определенная, здесь они хотят завершить этот проект или дополнить чем-то, у них будет возможность выполнить и какую-то свою тему. Ну вот, в принципе... Позвольте я добавлю о профессиональном треке. Ну и в профессиональном треке тоже проекты. Если я неправильно скажу, вы мне поправите. Знаете, Крым, лето и проекты там есть интересные и вкусные. Мармелад натуральный, из натурального сырья. Мороженое – это тоже летняя история. Ну а дальше что еще? А дальше может быть косметика. И так как у нас ребята индивидуальные, у них будет возможность внести какие-то свои... И попробовать экспериментально внести какие-то свои, ну скажем так, поправки или предложения в технологию. Почему нет? Вот такие проекты тоже будут реализованы. К концу реализации программы, уже на последних практических занятиях, у ребят будет возможность на лабораторных занятиях самостоятельно под руководством наших преподавателей изготовить некоторые образцы продуктов питания. А конкретно это мороженое, мармелады, безалкогольные напитки и средства косметики. Вот так. Ну справятся даже будущие психологи с этим? Обязательно. Обязательно. То есть... Предложены варианты. Все-таки, ну я, знаете, чтобы понять, мы не говорим о том, что это такое жесткое обучение двухнедельное, когда просто студенты будут погружаться в учебу и исключительно там чему-то обучаться и ничего больше. То есть это такая у вас намеренно лайтовая версия обучения, правильно я понимаю, с комбинацией разных программ, чтобы было не только интересно и познавательно, но и самое главное, чтобы это еще каким-то отдыхом тоже казалось для детей, для студентов. Ну есть еще одна сторона. Мы посчитали, что не познакомить наших гостей с ведущими научными центрами, российскими научными центрами, которые есть в Крыму, это неправильно. Ну и вот одно из посещений – это наш ботанический сад, и мы знаем, что это... Очень визуально. Аделина под впечатлением. Вот. И будет еще одно посещение – это Институт виноградарства и виноделия, Всероссийский научный центр «Магарач». То есть мы думаем, знаете, как быть в Крыму и не рассказать ребятам, которые приехали из аграрных университетов о тех производствах, о гордости и чести России, которая связана и с виноделием, и с, скажем так, эфиромасличными производствами, ну невозможно. Поэтому мы обязательно эту сторону тоже покажем. Будут экскурсии как в научной организации, так и на производство, где вот тут какие-то технологии, которые они увидят в лабораториях и попробуют, что это такое, а им расскажут об этом еще по-настоящему, на реальном производстве. Это правильно. Действительно, нам есть чем гордиться. Есть у нас такие институты с именем и учреждением. Так, если есть вопросы, продолжаем. Если нет, тогда… Ну, собственно, уже наполовину на этот вопрос ответили. Какие предприятия подключились к этой программе, вот где ребята будут практику проходить и эксперимент ставить? Разрешите? Да, если можно. Ребята посетят предприятие «Бахчисарайский район» село Тургеневское, сельскохозяйственное предприятие «Тургеневка». Это крупнейшее предприятие по выращиванию и переработке ферромастичных культур. Буквально завтра у нас запланирована эта экскурсия. Еще поля цветут, да? Еще не убрали лаванду. Как раз у ребят будет великолепная возможность в Крымский Прованс попасть. Также обязательно мы посетим завод, винодельческий завод всего Вилина, Альмовали. И у нас запланировано на следующей неделе выездное занятие в Алушту, форелевое хозяйство. То есть вот такие разноплановые предприятия. Ну, очень интересные объекты, действительно, и визуально, и по своим техническим мощностям. Там есть что посмотреть. Я еще вот, если можно, тогда я сейчас продолжу еще вопрос. Я в прошлом году об этом говорила, когда студенты из Беларуси приезжали. Если не ошибаюсь, то приблизительно в это же время. Это уже была летняя практика. И в этом году, мы вот тогда говорили, что было бы здорово студентов, которые из других регионов, из других, вот как сейчас, из других республик, познакомить с нашими студентами в процессе обучения, когда это еще идет учебный год, учебный процесс, например, где-то вместе, послушать лекции или побывать на практических занятиях, как-то объединиться коллективом, и таким образом еще лучше интегрироваться, когда одна студенческая среда в другую. Летом это сделать тяжелее, потому что учебный процесс уже завершен, уже сессия летняя сдана. Но вот как там эта интеграция со студенческой жизнью в программу встроена, или исключительно есть возможность общаться только с волонтерами, которые сейчас сопровождают студентов в летней школе, в летнем университете? Ну, совершенно каждый день запланированы самые разные мероприятия для ребят, именно направленности, я не знаю, скажем так, развлекательные. И это же не может быть, они же не могут быть вот сами в себе. Поэтому, конечно, это наши студенты, наши представители студенческого самоуправления, но это не только развлечение и не только общение, это еще и серьезный разговор, потому что, наверное, вы знаете, что в нашем университете студенческое самоуправление играет очень существенную роль. Администрация университета слышит студентов, и зачастую мы корректируем свои действия с учетом мнения студентов. И поэтому вот этот опыт, мне кажется, интересно, когда ребята имеют возможность обсудить. И вот я сейчас точно не скажу, среди команды приехавшей есть также руководитель студенческого самоуправления, и правкома студентов, по-моему, из Луганской. В Луганской, да. Екатерина, да. То есть, понимаете, это вообще уже коммуникация, ну, скажем так, практически профессиональная, что ли, потому что это тоже своего рода такая деятельность, которая, мне кажется, тоже имеет оттенок профессиональный. Поэтому вот эти коммуникации, они тоже есть. И более того, вы правильно говорите, вот мы понимаем сейчас уже, что этот проект, видимо, на следующий год выльется в нечто иное, и когда летний университет будет предложен не только тем ребятам, которые приезжают по проекту Министерства науки и высшего образования, этот летний университет будет предложен и нашим ребятам, и ребятам из других университетов, других регионов. И мы очень надеемся, что это будет интересно. Мы знаем, что это будет интересно, и мы очень хотим, чтобы приехали. Ну, немножко позже, но к нам, мне кажется, вы уже уедете, но, может быть, еще и успеете. К нам приедут ребята из Санкт-Петербурга, через неделю, насколько я помню. То есть это еще одна возможность коммуникации, понимаете? Там тоже программа, не эта программа, но там тоже научно-образовательная программа, это наш физтех, будет реализовывать для них краткую программу, и тоже эта программа включает и культурную составляющую, но, естественно, и общественные коммуникации там тоже будут. То есть это то, что мы уже делаем. Кстати, у ребят, спросим, Аделина, Валерия, вам хватает общения со сверстниками в Крыму, с крымчанами? Ну, в любом случае, со студентами КФУ? Достаточно, да, хватает. Получается, у нас на лекциях присутствует, на выездах могут присутствовать студенты из КФУ. Очень прекрасные ребята, все тоже приветливые, все хорошо к нам относятся. Мы на хорошей волне, мне кажется, находимся, обмениваемся каким-либо опытом. Я считаю, что все идет хорошо в этом плане. Это же важно, да, подойти к своему сверстнику, к такому же студенту, такого же курса, только другого вуза, и спросить, а как у вас? А как вот обучение в программах, какие есть там разные вещи и похожие вещи у вас здесь, да, в системе обучения? Да, безусловно, мы, условно, задаем вопросы, как устроен ваш вуз, что у вас тут есть такого интересного, что может нас заинтересовать, они нам на все отвечают, мы отвечаем им на их вопросы, вот, и таким образом происходит коммуникация между университетами. Ну, я так подразумеваю, а вас все-таки больше, наверное, об обстановке спрашивают, да, в ваших регионах, или вот что интересует ваших коллег из КФУ, интересует из вашей жизни студенческой? Как правило, об обстановке спрашивают в начале разговора, а потом, когда слышат, что и как, уже как-то про это стоять. Ну, мы стараемся забывать и переходим на другую степь разговора, вот, общаемся больше про учебу, про увлечение и так дальше. А как вообще, вот, в ваших регионах, если позволите, я тоже тогда коснусь этой темы, студенчества и вообще молодые люди, вот, насколько они так же осознанно, как и вы, идут обучаться, чтобы потом поднимать молодые регионы? Много тех, кто уехала, например, или тех, кто осталась, вот, какую вы видите, потому что от этого, мне кажется, зависит будущее регионов, какую вы видите динамику? Больше остаются молодые люди и продолжают обучение на месте, чтобы себя реализовать, или в большей степени стараются после завершения школы, школьного обучения, найти какой-то вуз за пределами Луганской народной республики, ну или Донецкой? Большая часть остается. Остается у себя, да? Да, остается. У вас так же? Ну, у нас, конечно, есть молодые люди, которые уезжают в другие города, например, в вузы Российской Федерации, но большинство вот моих знакомых, просто молодых людей, которые даже съезжаются в области, в наши университеты, и я уверен, они достаточно патриотически настроены, чтобы развивать нашу молодую республику. По, скажите, по качеству обучения, насколько качественно, потому что вузы чуть-чуть у вас разные, если Аделина обучается в академии, да, Донбасская аграрная академия, которая новая, с 17-го года, да, академия работает, хотя и на базе учебного учреждения, которое было до этого, то Луганский аграрный государственный университет, это университет с большой историей. Опять-таки, по преподавательскому составу, по качеству обучения, ну, естественно, на это не могло не повлиять вот та обстановка, которая происходит, да, и условия, в которых сейчас живут народные республики, там, с 14-го года. Как оцениваете вашу подготовку? Ну, у нас все преподаватели профессионалы, они очень доброжелательно настроены к нам, к студентам, они все рассказывают, все объясняют, если что-то непонятно, если у нас есть какие-то вопросы просто по дисциплине или общие вопросы, они нам все всегда разъяснят, всегда, так скажем... То есть у вас нареканий нет по методике преподавания, абсолютно довольны и качеством, да, и методикой всем? Да, да. Также присутствует лояльность. Преподаватели относятся не то, что как студент и преподаватель, они, некоторые преподаватели стараются нам дать вот какое-то тепло, заботу, создать семейную обстановку, чтобы нам было комфортно. И также есть некоторые преподаватели, которые находят подход не ко всей группе, а каждому из группы. Компетентность хорошая, то есть не только идем ровно по программе, также что-то где-то какие-то... Они делятся своим опытом из жизненных ситуаций, из своей учебной деятельности, там, прошлых времен, сейчас, как это все происходит. Ну, то есть по поводу образовательного процесса и компетентности преподавателей вопросов нет, все замечательно. Ну, и здесь, видимо, и укомплектованность кадрами тоже остается, да, на высшем уровне. Нельзя сказать, что преподаватели там уехали, в основном все остались в республиках, к тем, кто работал раньше и продолжает обучение вести. Ну, это хорошо очень. Спасибо большое за ваши ответы. У нас еще есть вопрос, пожалуйста, Татьяна Васильевна. Да, ну, вот, может быть, вопрос, может быть, и пожелание, ну, вернее, рассказать о чем. Ну, Луганску, я считаю, что очень повезло на вашей народной республике, что у вас будет, ну, назначен уже министром науки и образования Кусов Иван Сергеевич. Я просто, наверное, Валерий, может, не знает. Это бывший, ну, вот, он до этого работал проректором Севастопольского государственного университета, был вице-губернатором Севастополя и возглавлял в свое время директором филиала МГУ у нас в Севастополе. И мы очень гордимся. Он был несколько раз у нас на пресс-конференциях здесь, в общем, и в этом году он был на встрече с президентом России, потому что стал финалистом вот большой программы «Лидеры России». Поэтому вот мне бы хотелось пожелать, Валерий, чтобы вы по приезду, может быть, вот не за горами у нас 1 сентября, и пригласили вот Ивана Сергеевича Кусова на вот встречу с, ну, на начало учебного года и рассказали тоже, что вы были в пресс-центре РИА Новости Крым. И вам о нем Татьяна Васильевна рассказала. Да, и я рассказала вам, потому что действительно, в общем, повезло. Мы немножечко грустим, потому что Иван Сергеевич очень коммуникабелен, очень грамотен, и действительно, ну, в общем, вам повезло. Грустим и по-доброму завидуем. Да, и завидуем, да, потому что вот, ну, мы в какой-то степени, ну, зато вырастили вот настолько у нас на нашем Крымском полуострове такие замечательные люди. А мне бы хотелось спросить вас, вот по приезду к себе домой, вы как собираетесь рассказать у себя вот в вузах, где вы были, что вы узнали? То есть какие итоги будут подведены вот вашими, ну, вот вы как с каждого университета, академии, вот ребята приехали, вот приедут назад к себе домой. Вот как вы продумывали вот об этом, чтобы поделиться опытом, рассказать, и чтобы вам, наверное, позавидовали? Ну, у нас в университете есть воспитательный отдел, который ведет социальные сети, это там во Вконтакте, в Телеграме есть канал. То, что мы здесь находимся, это уже вещается, уже студенты об этом знают, так или иначе, и по приезду, я думаю, что будет собрана какая-либо конференция или там что-нибудь, ну, наподобие встречи, где мы расскажем, какой опыт мы здесь получили, какие впечатления, вот, в принципе, все. — Далина, у вас так же, вообще сложно вам было попасть в эту программу, кого отбирали? Вот почему именно вам, как вы думаете, позвонили? У вас самые замечательные успехи в учебе? — Я отличница староста группы. — То есть самые лучшие только отбирались, да? — Ну, вроде, ну, я не знаю, как остальные, в принципе, но у нас отбиралось так. То есть мне написали, предложили, то есть там все хорошо, и я говорю, ладно, хорошо, поеду. Так, в принципе, ну, пообщавшись со остальными, то есть я даже не знала, с кем я еду, грубо говоря, я уже познакомилась с девочками тут. Я с ними разговаривалась, у всех хорошая успеваемость в обучении, то есть никаких долгов, ничего, но я думаю, что отбирали чисто по оценочным критериям. — Так все, Валерий, у вас? — Да, да, у нас в университете… — Вы тоже отличник. — Да, я тоже староста своей группы, тоже нахожусь на повышенной степени, то бишь отличник, вот, и, насколько я знаю, все ребята уже, ну, сдали сессию, у них нет никаких долгов, холостов, у них все идет хорошо с практикой, кто-то уже закончил практику, у кого-то она идет, условно говоря, сейчас вот в самом разгаре, и это тоже является как хороший опыт для этой практики, для закрытия этой практики. — Это тоже считается как практика? — Я думаю, да. — В рамках практики мы могут учесть. — Это пойдет, это пойдет. — Ну, по сути, да, тут уж столько практического увидите, судя по тому, какие вы посетите учреждения, какие потом практические работы будете делать, конечно, практика. — А какие еще вузы представлены? Вот только эти два, из которых наши ребята сегодня пришли, или еще студенты из других вузов Луганск? Два вуза, да? — Университеты, да. — Два университета, и вот как раз 40 человек именно оттуда. Если говорить в общем о таких проектах, прекрасная, по-моему, идея, вот этот летний университет, конечно, все хорошо, и образование, и все остальное, но мне кажется, в этом возрасте вообще для студенчества очень важны вот эти устойчивые, потом, может быть, даже дружеские связи, о которых мы уже сказали. — Ирина Анатольевна, ну, мне кажется, надо чаще такие проекты делать. Я понимаю, что это федеральная история, и что это отдельное финансирование идет, но, возможно, в рамках КФУ можно какой-то вот такой контакт наладить более активный, потому что, ну так, даже если вспомнить опыт советского периода, такие контакты между республиками, входящими в состав Советского Союза, были очень сильно налажены, вот эта вот миграция студентов была, в принципе, естественной историей. Сегодня мы говорим как о большом событии. Вот хотелось бы, чтобы таких событий было много, чтобы мы их уже воспринимали как какие-то рядовые вещи. — Если говорить о миграции студентов, давайте так, у нас 30% ребят в прошлом году поступили из других регионов России на первый курс. То есть вот это вот количество детей, которые к нам приезжают, оно, безусловно, увеличивается, увеличивается. Если говорить об иностранных студентах, то в университете их учится больше 5 тысяч. Вот, поверьте мне, университет, несмотря на то, что Крым санкционный, университет под санкциями такими же был, вот это количество студентов, оно очень ненамного сократилось в определенный период жизни, и потом оно вышло на устойчивую планку. То есть наше образование, качество нашего образования, его знают, помнят и к нам продолжают приезжать, несмотря ни на что. Приезжают, потому что у нас дают хорошее образование, потому что у нас очень хорошее отношение к ребятам, к обучающимся. Потому что, когда ребята от нас выезжают, они увозят отсюда дружбу, а она не прерывается санкциями, это невозможно. Если она настоящая, она остается на всю жизнь. Хороший пример, бывшие студенты еще Симферопольского госуниверситета, которые к нам приезжают сейчас из Вьетнама, из других стран. С какой любовью они вспоминают студенческие годы, и как они до сих пор, несмотря ни на что, они любят нас, и это вот такая мягкая сила наша. А то, что касается летнего университета, вы совершенно правы, я уже сказала, что мы начали эту дорогу отчасти в прошлом году, в этом году продолжаем. И я очень надеюсь, что и наша сегодняшняя программа привлечет потенциальных ребят для посещения нашего летнего университета, приезда сюда, в Крым. Уже, по-моему, идет вступительная кампания, еще не завершилась. Понятно, что итоги подводить еще рано, но, может быть, по прошлому году, а много вообще студентов из Народных Республик, Луганской, Донецкой, обучается сейчас в КФУ? Сейчас, ну, ребята поступают у нас по отдельной квоте, я точную цифру не назову, но... Ну, так, может быть, в среднем есть такие? Если по прошлому году, это порядка 15 студентов, которые поступали на первый курс по квоте. Ну, реально их, конечно, больше, потому что кто-то поступает сам, и мы этому очень рады. Вот, и это тоже вот вариант взаимодействия, потому что, ну, надо помогать, мы будем помогать, и очень радует, что ребята, вот, как и присутствующие здесь, говорят о том, что да, мы учимся, да, мы получаем образование, но мы хотим вернуться в свои республики и быть полезными там и служить своей Родине. Спасибо вам большое, да, я так думаю, что это ключевое, наверное, из-за нашей сегодняшней беседы. Спасибо, во-первых, что с такой темой вы сегодня к нам пришли, тема, правда, хорошая. Ребят, вам спасибо, что приехали, я вам желаю, чтобы вот это обучение в летнем университете для вас прошло максимально интересно. Понятно, что оно будет и продуктивным, и важным, полезным, но самое главное, чтобы это было интересно, чтобы запомнили надолго, обросли хорошими связями, контактами, друзьями, возможно, приезжали уже потом по другим линиям сотрудничества. Спасибо вам, успехов вам в вашей деятельности, в получении будущей профессии, очень мотивированные, на мой взгляд, студенты, третий курс, а уже глубокое понимание того, что они хотят, кем они будут, где будут работать. Ну, дай бог, чтобы у нас все студенты были такие же мотивированные. Вам большое спасибо тоже за работу и по этому направлению в том числе. Коллеги, если вопросы еще есть, задавайте, если нет, то мы всех благодарим. Есть еще, да, вопрос? А, тогда прошу прощения, мы продолжаем. Буквально пару вопросов еще. Вот Аделина и Виталий рассказали, да, уже о том, как отбирались студенты. Хотелось бы с точки зрения ВУЗа понять, да, какие критерии, каким требованиям должны соответствовать ребята, чтобы попасть в программу летнего университета. И также интересно, участвует ли принимающая сторона в этом отборе. Или отбор осуществляет непосредственно те ВУЗы, которые отправляют ребят. То есть, кто эти люди, да, которые попадают в программу летнего университета. Нашка история тут такая, что университет, тот, кто хочет участвовать в проектах, представляет свою образовательную программу. И Министерство науки и образования Российской Федерации отбирает программы, ну, и, соответственно, университета. И потом Минобор предлагает выбор для студентов. Вот с этого момента, с того момента, как программа отобрана для участия в проекте, университет ждет уже ребят, которые к нам приедут. То есть, критерии в этом году мы не представляли, потому что мы понимаем, что наша программа может быть освоена самыми разными ребятами из разных направлений подготовки. В прошлом году у нас была еще одна программа, эта программа была связана с туризмом. И там немножко были такие критерии, мы описали очень хорошо те маршруты, которые ребята должны были пройти. И, соответственно, говорили о том, что этот маршрут такой сложности и желательно, чтобы у ребят было понимание, какой тяжести рюкзак будет. Вот такие вот моменты мы прописывали. Но, опять же, это не были какие-то ограничения с нашей стороны. Ну и были такие моменты, когда вместе с нашими волонтерами шли девочки, волонтеры несли рюкзаки, и в любом случае маршрут был пройден, даже тогда, когда, может быть, это было не очень легко физически. Так что каких-то критериев мы не выставляем. Мы приветствуем приехавших к нам в любом случае. — То есть у вас не было такого только отличники, медалисты, старосты групп? — Нет, вы знаете, здесь, мне кажется, важнее другое. Первое — желание получать новую информацию, новые знания. А второе — желание коммуникации, понимаете, желание узнавать не только новое, но и новых людей. Вот это вот стремление к общению, мне кажется, оно крайне важно. — Еще у нас вопрос? — Да, еще два уточнения по программе. Первое — вы затронули тему, что в прошлом году было представлено два направления. Почему в этом году была бы сокращена программа до одного направления? — И второй вопрос. Анонсируя программу этого года, проговаривалось, что, видимо, в досуговой части посещения ребят Крыма они смогут посетить места, недоступные для туристов. Вот что это за такие места? Очень интересно узнать. — Спасибо. — Значит, смотрите, есть условия, которые предъявляет нам учредитель. Речь шла о том, что университеты могут представить одну программу. То есть мы просто в этом случае выполнили условия учредителя. То, что касается выбора, вот как я сказала, туда, куда не ступала нога туриста. То есть, ну вы понимаете, когда показывают производственный технологический процесс, это не туристическая история. И поэтому, когда мы говорим о том, что ребят привезут на производство, им будут показывать технологии. То есть, ну, насколько я знаю, на тех предприятиях, куда мы их зовем, это не туристическая история. То есть есть туристические направления, но то, что будут показывать им, это не туристическая история. Это скорее знакомство с реальным профессиональным, с реальным производством. Разрешите дополнить? Да, пожалуйста. Наши выездные мероприятия, они называются не экскурсией, даже по программе заложены, а именно выездные, практические занятия. Например, завтра ребята поедут в Тургеневскую. Если экскурсионный маршрут построен таким образом, что люди ходят, фотографируются среди воландовых полей, имеют возможность приобрести какие-то сувениры, масло, то наши ребята постят еще немножко и производственные участки. Если на следующий день... Я тоже программу, которую вы сказали, не отнимите у ребят, пофотографироваться в лавандовых полях и приобрести сувениры. Инстаграмы будут полностью у всех заполнены, да, не переживайте. Мы спокойны, будем следить. Точно так же и на винзаводе в Альмавале, в село Вилино. Тоже у нас есть договоренность с руководством. Кстати, отдельная благодарность всем руководителям и сотрудникам предприятий, которые нас встречают, потому что идут на встречу, особенно когда узнают, что у нас будет обучающиеся из ЛНР, ДНР, всегда радушно нас встречают. И также есть договоренность, что ребятам покажут непосредственно именно моменты, которые связаны с какими-то производственными технологическими узлами, местами, цехами. То есть кроме как обычных туристических маршрутов, они посетят именно производственные участки. С вашего позволения все-таки добавлю. Еще это будет Массандра, потому что вот то, о чем я говорю, то есть Массандра – это история. Это и новые технологии, да, но это там покажут и расскажут об истории. Но Альмавале – это самые новые технологии, наверное, да, новый завод. Поэтому вот и история, и то, что сегодня новое делают в Массандре, потому что Массандра постоянно развивается. Ну и Альмавале мы реально очень благодарны, потому что это особые технологии, которых, в общем-то, насколько мы знаем, в России, наверное, больше нет денег, да? Наверное, да. Да, то есть и вот ребята увидят, им дана эта возможность увидеть это производство. Спасибо большое, коллеги. Вопросов уже нет. Пусть все пойдет на пользу. Ребята, еще раз вам спасибо. Ну и, конечно, в завершение хочется пожелать мира всем нам и вашим регионам. Давайте вот все вместе загадаем, чтобы в следующую нашу встречу мы уже говорили в самом мирном времени, говорили о развитии, о планах на будущее, о том, что впереди большое светлое будущее, которое мы будем строить руками молодых, прекрасных, перспективных специалистов. Спасибо вам еще раз. Коллеги, вам большое спасибо за вопросы. Пресс-конференция окончена. До свидания. Спасибо, Реана. Спасибо большое. Спасибо.